Жители деревень Михалёва и Гнездилова уже несколько лет находятся в дорожном кризисе. Дорога от Шуи до Новых Горок разбита, да так, что единственный автобус отказывается ехать. Казалось бы, о чём ещё горевать? Но повод появился. Под конец прошлого года им сообщили – не будет дров. Я звонил сам, вот наш шуйский лесхоз, сказали, что заявления мы больше принимать не будем, лес они наши. До этого момента жителям выделялись делянки на бывших совхозных землях. Написал заявление в лесничестве, оплатил и пошёл заготавливать. Давали свободное от аренды территория. Но сейчас весь лес в Шуйском районе арендован на полвек вперёд. У нас практически 96% территории Ивановской области переданы в аренду. Свободно от аренды у нас в настоящее время Заволжский район, Заволжский, Приволжский, но Ивановский, поскольку здесь и лесопарковые леса в основном, и Тейковский район. Жители деревень Михалёва и Гнездилова рассказывают, раньше добывали дрова у себя буквально под боком, примерно в пяти километрах. Сейчас, ходят слухи, есть вариант небольших делянок примерно в 40-50 километрах от их деревень. Куда теперь идти, неизвестно. А за 50 километров это просто нереально. Мне каждый туда, как говорится, потянет. Тут надо добраться, там надо напилить и назад привезти. И это дрова получаются золотые. Когда вот наш лес, который здесь расположен, вот он лежит в штабелях. Ежегодно лесозаготовки в Шуйском районе составляют около 6 тысяч кубометров древесины. Участки для населения стараются подбирать поближе, но это не всегда возможно. Дров в огонь недовольства жителей подбрасывает еще и то, что живут михалевцы и гнездиловцы в окружении лесов. Древесину на их глазах реализуют едва ли не ежедневно. Что здесь показано, это малая толика этого леса. Это слезы, можно сказать. Сколько здесь было, чуть ли не каждый день сюда машины подвозят, машины вывозят. Везут в сторону Москвы, в сторону Шуи. Так что, я говорю, еще лет 5-6, и у нас лес вообще не останется. В областном законе прописаны нормативы на отопление дома. Семья гарантированно может заготавливать 10 кубометров древесины. На баню 5 кубометров. В Комитете по лесному хозяйству заверили, проблем с заготовкой и обеспечением населения дровами не будет. С арендаторами вопрос решен. Граждане при необходимости обращаются в лесничество. Далее лесничий совместно с арендатором подбирает участок, на котором граждане могут самостоятельно заготавливать древесину. Кроме того, арендаторы представляют услугу по заготовке древесины. То есть, сам готовит древесину, вывозит. Но уже здесь затраты по заготовке, вывозке уже несет заявитель. Заготовка топлива на холодные месяцы обходилась жителям в среднем в 500 рублей и выше. В лесном комитете говорят, что даже если участок предоставляет арендатор, то цена в целом не изменится. А вот машина готовых дров будет стоить в районе 20 тысяч рублей. В зависимости от породы деревьев. Такая цена деревенских жителей совсем не греет. Никто и не предлагает. Да, если покупать там 10 тысяч за 5 кубов, ну это мне 30 тысяч надо. Мы выживаем, да. Сегодня уже произнесли слово геноцид. Вот он такой и правда какой-то начинается геноцид. Только он мягкий, ползучий такой. Не то что убивает, но делает жизнь население просто невыносимой. Изменить ситуацию помогла бы газификация. В населенных пунктах к ней готовы. Но если у Михалева еще есть шансы, то в перспективных планах программы газификации до 2025 года деревни Гнездилово нет. Мы в прошлом году 6 деревень собирали подписи на газификацию. Труба там магистральная, она 300 метров проходит. Причем рядом со всеми этими 6 деревнями. Там тоже пришел отказ. До 30-го года вам, ребята, ничего тут, да, никакой газификации не будет. Придется смириться с новыми правилами и верить, что проблем с заготовкой топлива не будет. Комитет по лесному хозяйству уже предложил областным депутатам попытаться изменить на федеральном уровне лесное законодательство. И предусмотреть в договорах аренды леса выделение участков под заготовку древесины для обычных жителей деревень. А пока власти говорят о возможности собирать валежник где угодно и в любом количестве. Наталья Сергеева, Сергей Тютин, телекомпания БАРС.